На американский штат Техас обрушился мощный ураган Харви. Эксперты считают, что он может стать самым разрушительным за последние 12 лет. Что уже натворила стихия и как спасаются местные жители, далее в нашем материале. Утро на техасском побережье после урагана Харви. Поваленные деревья, разрушенные дома, затопленные улицы и плавающие автомобили. Ветер скоростью 215 км в час, пришедший из Тихого океана, принес с собой проливные дожди. Метеорологи присвоили Харви четвертой из пяти возможных категорий мощности. Мы столкнемся с огромным и рекордным наводнением в некоторых регионах Техаса. Как вы знаете, этот ураган, по прогнозам, будет бушевать еще долго. Если вы находитесь где-то между корпус Кристи и Хьюстоном, особенно в низинах, вам нужно серьезно задуматься об эвакуации. Более 360 тысяч домохозяйств на Техасском побережье остались без электроэнергии. Отменили около 40 авиарейсов в каждом аэропорту штата. Морской порт Хьюстон закрыли. В прибрежном городке Рокпорт около 10,5 тысяч жителей обязали покинуть свои дома. Мы просто стараемся не терять надежду. Не думали, что ураган достигнет аж четвертого уровня опасности. Людей, которые остались в затопленных районах, спасатели просят быть осторожными. Под водой могут скрываться аллигаторы. В округе Форт Бент хищники уже выбрались на дороге. Ураган Харви признали самым мощным в штате за последние 12 лет. Для борьбы с последствиями стихии на побережье направили 900 спасателей. Администрация президента США также пообещала выделить дополнительную финансовую помощь от федерального правительства. С визитом в Техас приедет и сам Дональд Трамп. Президент постарается спланировать поездку в Техас как можно быстрее на следующей неделе. По прогнозам метеорологов, не только Техас, но и Луизиана еще несколько дней будут охвачены стихией. В аналитической компании CoreLogic подсчитали, что ущерб от урагана может составить до 40 миллиардов долларов. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер.